друзья сегодня продолжим рисовать систему голосования опять же хочу напомнить что это видео не ради и нарисовать систему голосования а ради того чтобы показать как трансформируется проект но я думаю что вы и так все поймете итак система голосования простых два объекта в базе данных голосования название и собственно говоря ответы для этого голосования делаем начиная с самого консольного приложения в виде тестов трансформируем по-разному для того чтобы это начало работать уже как бы в той концепции которая нам нужна в частности это blazer это backend это фронт-энд и в общем-то приступим к разработке я набросал некоторую форму чтобы можно было сэкономить время по части того чтобы не рисовать дизайн потому что дизайн у каждого свой а художника может убедить каждый поэтому нарисовал то что нарисовал давайте посмотрим что из этого собственно говоря можно сделать и как это как-то сказать им добавить интерактивности при помощи blazer в прошлом видео мы подключали вот на эту страницу blazer и надо сказать что я не заметил одну штуку и только заметила сейчас вот это вот был и были своих риф она должна быть вот здесь но не больше не меньше иначе у вас не заработает такс ну а теперь собственно говоря переключаемся на форму а ну перед тем как начать давайте я помню в очередной раз что для того чтобы не пропустить видео нужно подписаться на канал ну а дальше вы знаете и поехали ну что ж для начала давайте посмотрим что этот нарисовал не скажу что я прям гений дизайна но тем не менее смотрите я подготовил такую картинку где у меня будет показываться уже сформированный пол то есть голосование и картинку которая будет формировать как раз это самое голосование в это поле буду звонить текст вопроса ну или текст темы который будет обсуждаться по нажатию на этой кнопочки появится вот это вот штука в которой можно будет вести текст ответа здесь наверняка будет крестик если допустим много раз натыкаю на эту кнопку мне должно появиться соответственно много и по нажатию на этой кнопки у меня будет валидироваться каждая из добавленных собственно говоря ответов на этот вариант вопроса и соответственно сам вопрос который будет там на длину проверяться может еще там какие-то штуки там не знаю минимально максимальная вообще на заполненность в общем-то суть сводится к тому что вот это вот все давайте я выберу другой цвет ну например синий вот это вот все у меня будет один control который будет рисоваться на вот этой странице которая называется create ну и собственно вот это вот естественно я удалю и давайте покажу как то примерно выглядит сейчас то есть вот компонент я предлагаю сразу переназвать давайте назовем его сразу но по образу и подобию я делаю таким образом что он называет компонент данном случае это будет пол create и в суффикс будет компонент чтобы как бы было понятно что это компоненты их легко и просто отличать при разработке когда переделать раздел как разметка так вот этот компонент но еще я все-таки давайте я удалю эту штуку и собственно вот этот пучка сс пока останется разметка стиле ладно может быть что-нибудь кастомное будет вот и все-таки я применю в этот модель и наследование вот собственно как он называется от отдыхает в общем-то в этом смысле мне удобней а вы как хотите так и поступайте и отмешу пол 3 моду пусть вот так вот называется теперь мне нужно создать этот файл я его создам пол 3 компонент . рейза . с вот и собственно вот так вот назову чтобы собственно было понятно но единственное что мне нужно у наследоваться от компонент бейс вот и теперь эта штука будет работать как раньше без каких-либо изменений и здесь я могу уже писать разметку которую на самом деле хочу вот отсюда вот так вот давайте заберем вот это вот все control x например да это поднимем наверх и теперь вот здесь я могу вставить ту самую разметку ну да естественно здесь мы будем создание будет какой-нибудь нет все так по-русски напишем создание голосования вот а здесь предварительно посмотрим ну пока вот так вот дальше будем посмотреть сделать проверим что это все работает запустим еще разочек так мы должны попасть туда же ну в общем то вот ничего не изменилось уже рейзер от рендерил собственно говоря компоненты надо сказать что мне нужна какая-то валидация как я говорил в предыдущем видео где будет ображаться какой-то текст ну в данном случае я поступлю наверно простым путем так ну давайте для начала я наверное обновлю систему bootstrap потому что посвежее фреймворк он как бы посвежее да здесь 5.1 хотя нет на варна достаточно свежий ладно пусть пока остается в общем чего требуется начать но для начала давайте сделаем следующее во первых мне нужно создать view model который будет сюда попадать то есть я вот сюда пойду модуль который будет наполняться то есть я буду принимать текстовое сообщение какое-то в виде заголовка и набор текстов которые будут комментариями то есть не комментариями вариантами ответов на это голосование ну давайте я наверно остановлю видео накидаю модель и покажу что я сделал итак друзья что я сделал я вот этот вот модель которая код behind компонента я накидал два свойства которые очень текст и отсюда это причем набор изначально они пустые и сделать конектора ну валидацию до что когда у меня система будет валидная только тогда можно будет нажать сохранить собственно гряди сидит проверка на то что у меня заведен какой-то текст что вот длина больше нуля ну и количество ответов собственно говоря больше нуля хотя здесь еще нужно проверить чтобы ансверы были тоже не равны нулю то есть это чуть попозже сделать это первый вариант вот собственно говоря реализация этого функционала второй вариант это если вы создадите новый модель новый класс в который принесете вот эти два собственно говоря свойства и на этот класс нацепите какую-нибудь валидацию например там флюинт валидейшн или ну в общем не важно каким способом мы сделайте валидацию в общем если в это вынести в отдельный класс теоретически можно сделать так и так но когда большой сложный класс то теоретически проще было бы это все таки сделать в отдельный класс я этого делать не буду но вам рекомендую это делать потому что тогда и валидировать проще и июне тесты если вы конечно пишите я настоятельно рекомендую писать будет писать проще ну и так как у меня простая модель я не вижу смысл пока с этим заморачиваться теоретически я могу вынести в отдельный файл вот этот вот input model который будет матча ну и я наверно даже не буду дальше на этом на этом заострять внимание но тем не менее смотрите здесь подход очень простой у нас так или иначе весь функционал будет построен вокруг вот это вот под create model ой пол креет надо обращение вот и поэтому все манипуляции которые мы будем делать они будут отражаться здесь добавить новая сверну в общем по образу и подобию допустим но достаточно конечно протекты пусть это будет таск пусть это будет ансвер ну вот каким то вот таким вот способом и мне нужно в список смотрите я буду по нажатии кнопки и танцер просто добавлять в ансверс ну да так вот ансверс пусть у меня добавляется новая строка и пусть она будет пустая вот таким вот способом чтобы просто появилась empty ой string.empty будет красивее ну и соответственно мне тогда здесь нужно ну тогда мне здесь таск теоретически не нужно давать пока уберем его отсюда он нам не нужен и вот таким вот способом это все сделаем теперь давайте вот эти вот все штуки закинем на разметку для этого нам нужно в input поставить bind мы будем привязываться к очень текст дальше мне нужно так где тут у нас есть так но вот смотрите у меня вот ансверы все должны через перечисления показываться давайте для начала сделаем вот так мы сделаем здесь п здесь делаем пав побольше шрифт чтобы был красиво а здесь напишем не квестчик текст твой чтобы отображать его здесь сделаем новый список несортированный и здесь скажем for each все давайте вот так ансверс выбрать ансверс и через ли лист а этом мы скажем покажи нам ансверс вот и для того чтобы убрать продемонстрирует теоретически это тоже очень просто сделать упс я сделаю это вот таким способом ну тут будет текст вопроса вот уже видите тут прям текст хороший такой умный вот здесь другой текст тоже ну вот как то вот так и немножко разбавим их что-то не двигаешься так вот так вот вот так вот чтобы они отличались немножечко вот так вот и теперь когда я запущу вы увидите что мне это все отрендерилось и на странице видно в просмотре вот эту билиберду так администратор ну вот как видите примерно вот таким образом более того когда изменяя какой-то текст у меня она автоматически перекидывается ну слова как это говорится blazer вот но ответ у меня будет добавляться теоретически я вам хочу чтобы у меня все вот эти вот ответы были в каждой строчке свой и вот такой вот дизайн и добавление будет просто добавлять пустую строчку а сохранение будет проверять наличие всех вот этих вот собственно грамм ответов и текста в них соответственно для этого мне нужно что сделать нужно сказать следующее опять же for for each в смысле для каждого ансвера который есть в списке ансверов мне нужно вот эту конструкцию показать вот и здесь мне нужно тогда уже привязать вот этот вот байн сказать что у меня связан с сверху сверху вот и теперь ну что ж фигня получилось смотрите сша развивается компилятор развивается и вот он здесь мне любезно подсказывает что у меня коллекция меняется в процессе отработки то есть отрисовки и так делать нельзя поэтому мы так делать не будем давайте все таки сделаем правильно для этого нужно что давайте создадим класс который будет допустим паблик класс пусть называется ну что там ансвер ну импут будет и это будет класс у которого будет одно свойство стрингового типа и называться на будет текст ну ой текст как раз того самого ответа и ой и теперь ну нужно поставить что ну конечно же обязательно и теперь создать именно коллекцию вот этих вот импутов но и здесь будет у нас создаваться new input и самое главное вот здесь мне тоже должна быть new input то есть скобка открывается скобка закрывается последний удаляется а ну еще нужно сказать что это у нас значение для поля текст ну вот как то вот так и смотрите теперь волшебным образом эта запись должна сработать правильно вот и теперь когда я запущу вы увидите что у меня коллекция где-то мой не попал так здесь магическое значение которое называется пароль ладно не сохранил так его смотрите у меня теперь отрисовываются все коллекции смысле вся коллекция отрисована еще в байдере поправил давайте здесь вот поправим здесь напишем текст сохраним да вот так и здесь вот у нас все отрисовалась ну более того если хотите если хотите чтобы это было еще красивее можно написать байн давайте чем покажу что сейчас а потом покажу как это исправить смотрите я когда выхожу из редактирования только тогда обновляется ну вот давайте сделаем чтобы она в процессе редактирования менялась здесь нужно поставить собака байнд двоеточие ивент равно он и нет это тут он нет он импут господи и собственно я здесь я сделаю то же самое чтобы значение параметров тоже менялись в этом процессе обновления самого текста ну например вот я пишу как видите вот здесь вот тоже все меняется мне кажется это удобно вот как раз почему предварительный просмотр будет работать красиво вот ну и теперь понажите кнопки нет нет должен добавиться еще один такой ответ и давайте это сделаем как раз кнопка байнд то есть мысли добавить будет у нас за байдера то есть привязана к сер я же так его назвал да она сверх кажется так вот и танцевать так по-моему я возле назвал а метод групп ну да можно вот так вот сказать ой он байн господи я прошу решение спешу он клик конечно же мне же нужно при нажатии на кнопку выбрать отработать это событие вот он клик все все совсем запутался давайте запустим это еще раз проверим что это действительно работает вот смотрите меня добавляется пустые ответы но и там до самого низа как говорится одни белые слоны вот но и собственно мне появляются пустые значения а теперь мне нужно сделать кнопку чтобы я мог их удалять ну это тоже на самом деле очень просто как раз для этого у меня существует этот класс здесь у меня теоретически это будет такой рич модалл я здесь делаю паблик давайте не все-таки протекто пусть будет 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 делить и здесь мы хотим не очень правильный вариант давайте сделаем этот метод как раз нашей вот модели пусть будет протектов дэвид ансвер и здесь мы скажем ансверс риму . . римов как раз сюда придет нам ансвер input мы его назовем айтем и как раз вот этот вот айтем мы удалим и теперь нам нужно привязать вот эту вот коллекцию вернее айтем этой коллекции к этому собственно говоря методу давайте какой-нибудь здесь что-нибудь дорисуем наверное ну давайте допишем сюда какой-нибудь баттон пусть будет какой-нибудь класс давайте для начала здесь напишем input group вот здесь напишем допустим какой-нибудь давайте пока крестик поставим крестик вот здесь будет какой-нибудь секундарей вот так вот ну давайте проверим но как-то почти что получилось давайте я не буду выдумывать я посмотрю в оригинале как это должно быть где-то здесь есть формы вот импут групп вот ну вот как то вот так можно выглядеть так импут форм контрол выбрать и проверим так еще не до конца я не помню конечно же все наизусть поэтому тоже нормальный здоровый человек который так использует афон контролл импут групп и смотрим что у нас тут групп все правильно и здесь у нас баттон баттон верху баттон внизу ну вот должно быть правильно непонятно почему быть из-за лейбла давайте проверим где 5 ну непонятно сейчас разберемся так наверное нужно убрать здесь вот этот вот штуку и теперь должно все так закрыть и да вот смотрите теперь твои нажатию на эту кнопку у меня будет удаляться на только привязать события я не буду за красивость амигнаться здесь у меня будет опять же он клик и здесь у меня будет римов как его назвал сейчас посмотрим где дели танцевать ну вот так вот как то и так он у меня он просит какое-то значение ну и для того чтобы как раз туда передать это значение мне нужно поставить как раз вот этот вот вот и теперь собственно говоря когда я запущу все это дело вернее запущенное я нажму сюда и как вы видите у меня уже они удаляются конечно нужно сделать там форму вопроса то есть запроса подтверждение все такое а при добавлении в общем-то проверять что поле не пустое все такое вот ну я не буду это делать чтобы опять же упростить процесс реализации я думаю что с этим вы справитесь сами тем более с болезером это все на самом деле очень легко и просто давайте нажмем опять у нас появится то что запрограммировано в памяти вот вот такой вот процесс и суть сводится к тому что когда я нажимаю сохранить должно что-то как-то происходить но теоретически давайте заведем сюда какой-нибудь нормальный валидный запрос чтобы можно было с ним экспериментировать ну например какая допустим сегодня погода концов , на ваш взгляд как-то вот так и здесь варианты ответа нормально я хорошая отличная и важно пока что он плохая какая-нибудь там не знаю ну и вот и когда мы стартанем заново ну теоретически это должно обновиться вот вот таким вот образом вот мы можем уже сохранять память ну и теоретически я могу добавить сюда допустим так ну смотрите есть одно маленький нюанс хотя ладно давайте пока про него не будем говорить давайте кнопку нарисуем другим цветом для начала пусть это будет красная вот и самое главное что добавление асфера просто добавляет на юай а нам еще нужна кнопку которая будет то есть метод который будет сохранять это все но пусть будет это будет уже task потому что скорее всего там будет использоваться сервис и назовем его сейф асфер вот таким вот образом вертур на task complete пока но перед тем как нам нужно пар допустим и вот этот метод мне тоже нужно создать вот здесь будет происходить следующее но во первых здесь будет возвращаться давайте валидейшем ну пусть будет резалт вот этих валидейшенов собственно говоря резалтов у меня может быть и номером коллекция потому что их может быть много ошибок при валидации я хочу чтобы они все вот таким вот образом показывать а здесь ну давай давайте пока это уберем вот yield return пока сделаем если брейк нам там ничего не нужно варидировать а вот здесь будем проверять если у нас ошибок ну то есть вообще нет если наоборот есть тогда мы делаем во первых return выходим из данном случае task complete то есть наша задача завершена но перед этим давайте просто так у нас и роры давайте добавим свойства которое будет как раз показывать если ошибки public пусть будет листь пусть будет тренинг название ошибок пусть будет герс нет да наверное равен мы будем его инициализировать самого начала и вот в этот список и роров мы будем при наличии ошибок добавлять его их range и собственно гряди рорс и здесь у нас валидейшен резал где он 12 а ну нам нужно не так сделать давайте сделаем так и мы отдаем туда только значение ошибки error message достаточно и поставить ту нет конечно же ту стрик ой турист господи а вот теперь у меня компилятор ругается на то что мне приходит сюда а и нумер было потом коллекцию которая памяти не материализована я прогоняю два раза поэтому здесь не нужно сделать ну допустим кресту привести варьеров вот таким вот образом и сказать что у меня всегда здесь что то есть потому что если она не пустая если она пустая тогда эта конструкция не работает короче теперь все верно ну и давайте сделаем какую проверку например если допустим стринг из нор white space и здесь мы будем проверять свойствах называется кость чем текст если она пустое тогда yield ритурно не юму поле дэй шанри за доли дэй шанри зал и здесь напишем за не задан вопрос для голосования как то вот таким вот образом ошибка пусть называется ну и далее нужно все во все что я хочу проверить я буду проверять здесь опять же повторюсь что можно использовать валидейшн как он кускай дэй шан например и тогда в ему дал вынести в отдельную проверочную область то есть все свойства которые нужно проверять принести ему дал наложить на них какие-то валидации длина и все такое но я здесь по простому сделаю и собственно говоря чем проще вы делаете тем лучше на самом деле допустим то есть чем текст допустим лен гтх больше 512 и или допустим или question текст допустим длина меньше ну допустим 10 проверим что это тогда тоже собственно говоря нужно делать это проверку если ну space так он мне говорит а ну здесь нужно как проверить что он не естественно вот и здесь у нас другая проверка будет здесь вернуть любую ошибку скажу что длина вопроса давайте так вот длина вопроса для голосования должна быть более десяти и менее пятьсот двенадцати символов ну вот как то вот так дальше мне нужно проверить что у меня есть ответы ну и давайте нажму паузу напишу все проверки а потом вы с вами прочитайте что в них написано и поймете что я имел ввиду ну в общем то я написал достаточное количество проверок я думаю собственно здесь и так все будет понятно что про чё и откуда выберется для начала как вы помните я поставил десять символов сейчас поставил три дальше я проверяю что у меня вообще заданы какие-то для голосования вопросы и я ставлю брейки если действительно не срабатывает и и если у меня заданы вопросы то я начинаю проверять их количество их должно быть больше двух или меньше десяти соответственно об этом выдается сообщение дальше я делаю еще количество проверок некоторое собственно говоря все ответы на вопросы я проверяю на наличие текста и дальше этот текст я также проверяю чтобы он был больше не больше двенадцати и не меньше трех и соответственно об этом вот эти сообщения выдаю ну и как вы понимаете чем больше у вас чем сложнее модель тем больше всякого разного проверок и они могут варьироваться а зависит от того какие у вас будут собственно требования к решению этой задачи давайте здесь упростим у меня тут подсказывает visual studio что можно сделать вот так и даже в общем в общем вот такой вот вариант проверок и напоминаю что есть специальные библиотеки которые уже в общем-то это реализуют например там флюнт валидейшн вот ну есть и другие на самом деле просто флюнт валидейшн она обособлена от бизнес логики и можно валидацию делать независимости от платформы независимости от приложения независимости от какого-либо там то есть эта часть дидите может быть ладно все это нюансы вот ну и соответственно когда у нас модель валид а то есть возвращается true мы попадаем вот в это место давайте поставлю здесь брейк поинт и собственно нам теперь эти проверки во первых давайте за привяжем этот сейф ансер я наверно еще не привязал да не привязал давайте привяжем он клик вот он и здесь мы напишем сейф ансер вот таким вот образом и наверно ну было бы неплохо делать кнопку не активной пока нас как бы не валидно но наверное чуть попозже это сделаем если конечно сделаем вот и при сохранении мы попадем вот в этот метод мы проверим весь пол ну то есть все голосование если у нас есть ошибки у нас они есть но не выводятся давайте где-нибудь покажем ну например 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 давайте его покажем вот здесь я создам ну давайте вот так сделаем див я создал который будет роу то есть чтобы у меня ошибки были в отдельном ряду и здесь делаем пусть будет опять же див класс пусть будет колл и здесь скажем чтобы у нас вывели все ошибки ну пусть будет ну тоже пусть будет список сортированный unsorted list здесь напишем for each ну давайте для начала напишем если у нас errors errors вообще есть то есть any вот тогда мы их отобразим for each errors error и здесь делаем list item и соответственно error и все и все вот так вот должно быть давайте запустим в очередной раз сейчас у нас нет ошибок я нажимаю сохранить и так и или что-то не работает или одно из двух давайте проверим что сюда вообще попадает а я запустил просмотре вот я без деваться запусти нажимаем сохранить вот пришла запись вот у нас проверка error у нас соответственно давайте посмотрим нету ни одного и мы выходим из приложения то есть кнопка как бы сработала а вот если мы добавим какой-нибудь этот и нажмем сохранить у нас появилось сообщение о том что не задан лист но и как вы понимаете здесь флюинт валидейшн не работает то есть при малейшем изменении у нас нету валидации поэтому нужно при на изменении подписываться и снова проводить валидацию чтобы этот текст удалился а когда нажимаем после ввода без этого валидейшн а то она ну вот как то так давайте еще подкрасим наверное вот этот текст класс пусть будет ну текст дэнджер чтобы был красным и теоретически эта штука сейчас должна обновиться так я не могу переключиться 5 так тут у нас все ровно я забыл добавить какой-нибудь пустой текст и вот а нет чет не сработало сейчас проверим давайте нажмем стоп давайте запустим еще раз зайдем ну ё-моё новое голосование добавить пустые ответы а я не там добавил ну да как говорится и про старуху бывает порнуха давайте отсюда уберем и выведем имена где ошибки ну наверное я не думаю есть иметь смысл да вот они стали красные ну а если здесь какой-нибудь мало символов вот то она говорит что да слишком короткий ответ ну и соответственно я могу удалить у меня снова станет все валидно на добавление удаление как вы понимаете нужно тоже запускать валидацию чтобы она стерла вот эти вот значения и ну давайте сделаем тогда вот хитрую штуку я добавлю еще одну кнопочку скажу чтобы эта кнопка выполняла вали дейт здесь вот здесь я скажу здесь не правильно секундали допустим вот таким вот образом и скажу здесь вот такой тоже простой вариант теоретически можно этот метод вызывать автоматически когда у вас изменилась коллекции или изменился какой-нибудь конкретный элемент этой коллекции вольт и здесь мы сделаем вот таким вот образом валидейт пол он у меня ой я назвал одинаково здесь пол а здесь тоже просто вот ну хотя давайте нет давайте сделаем правильно и валидейт пол у меня возвращает а и номеру был я его теоретически могу здесь дернуть но только я могу здесь ему сказать чтобы он у меня был про тектор и тогда он здесь у меня станет доступным валидейт пол вот таким вот образом а а а а у меня здесь да нужно чтобы был вольт нет так не получится давайте просто все таки валидейт здесь вот таким образом и здесь у нас валидейт резалт вот теоретически здесь должно быть что-то типа этого чтобы у нас error обновились и здесь нужно сделать вот этому но как вы видите здесь некоторые дублирование кода поэтому здесь можно сделать вот таким вот образом и вот это будет правильный вариант вот ну а здесь можно возвращать какое-нибудь булево значение и дальнейший рефакторинг стать но давайте вот так вот пока оставим как было потому что здесь у нас валидейт шаризалт хотя теоретически мы можем здесь нам нужно сделать таким образом чтобы при правильной валидации не ходила вот в это место где уже будет сохранение базу данных ну давайте пока оставлю таким вот образом здесь у нас есть ретурн при наличии ошибок а здесь нужно немножко из рефакторить я не буду это делать вы гораздо умнее меня в этом смысле придумаете какое-нибудь идеальное решение мне для видео для демонстрации этого собственно говоря не нужно давать я запущу приложение а вот мы зашли как на что-то ты меня постоянно выбрасываешь потому что то дебаги это без дебага от голосования а сохранить ну отлично давайте тогда еще переназовем кнопку проверить давайте вот так назовем где вот проверить я нажимаю она ничего не говорит а если добавляю вот у меня видите запустилась она вот я удалил вот проверить кнопка не стирается так потому что а я не очищаю да мне нужно на валидей делать else это вот так error равен нет errors равен new лист ну вот как то вот так чтобы она коллекция очищалась а мне его нельзя делать стоп давайте тогда сделаем раз нет remove о вот так вот сделаем ух ты ёлки ёшкин кот клер конечно же клер клер а вот теперь коллекция у меня очистится и теперь все заработает правильно давайте еще раз переключимся а я остановил давайте запустим еще разочек ну вот уже как бы видео затянулось я не хотел этого делать смотрите проверить у меня все ровненько давайте здесь добавим какой-нибудь текст вот он говорит что у меня пустой проверить вот она коллекция очистилась вот добавить еще здесь один символ слишком маленький ну в общем если вот этот вызов вот этого метода делать допустим на каждое изменение да допустим на удаление на добавление ансвера на сохранение ансвера то собственно говоря мы как раз узнаем ну давайте тогда уже до конца доведем я прошу прощения за такую фигню мне валидейт метод просто вызывается и он меняет коллекцию если я вот здесь сделаю вызов валидейта то я смогу здесь вот проверить есть ли у меня errors после этой валидации есть errors any то есть если вообще есть какие-то ошибки тогда я делаю вот здесь return task и говорю что не могу сохранить ну теоретически можно выдать какое-то выплывающее сообщение в противном случае я буду сохранять здесь уже в базу данных давайте вот так какой-нибудь show error list ну хотя они и там так автоматически отобразятся но мне нужно пользователю сказать что ошибки есть а они у нас автоматически отобразятся я сам себе противоречу а вот здесь я могу сказать что типа сохраняя базу данных включить какой-нибудь ну я не знаю какой-нибудь крутящий этот спан чтобы он крутился этот спиннер показывал пользователю что идет работа с базой данных ну и в конце концов сохранить базу данных наверное мы это в следующем видео сделаем давайте еще раз переключимся вот у нас эта штука работает я удаляю сохраняю ну то есть вот такая вот какая-то хрень в смысле погода то есть такое какое-то голосование вот вот ну и собственно говоря что дальше дальше мы будем это все сохранять базу данных дальше будет интересно мы будем рефакторить мы будем создавать сервисы которые будем прокидывать между двумя проектами между blazer либо между web они будут в контрактах я думаю что будет интересно в общем то что подписывайтесь на канал чтобы увидеть новые видео на эту тему и я с вами прощаюсь пишите правильный код для вас и все все и и и и и и Продолжение следует...